Привет всем, кто в эфире. В этом видео я расскажу вам, как я сделаю такую вот анимацию всплывающего указателя в Натрон. Для тех, кто хочет повторить урок шаг за шагом, в описании к видео вы найдете ссылку для скачивания всех файлов проекта. Поехали! Импортируем видео в Натрон. Я заранее подготовила секвенцию изображений на 100 кадров. Почему секвенцию? Потому что просто Натрон так будет работать быстрее, ему легче обрабатывать информацию, чем с видео. И первым делом убедимся, что настройки проекта соответствуют нашей необходимости. В панели настроек проектов первым делом убедимся, что формат соответствует формату видео. Частота кадров 25 кадров в секунду, потому что видео было экспортировано при данной частоте кадров. И сейчас мы видим на нашем таймлайне, что первый фрейм 18 и заключительный 118. Это потому что данное видео это фрагмент более длинного видео, и я экспортировала именно этот диапазон кадров. И эта информация сохранилась. Она просто находится в имени файлов секвенции. Это легко исправить. В этой же панели мы задаем начальный кадр 0, конечный 100. Откроем настройки нашего видео, дважды кликнем на эту ноду. Также зададим ту же частоту кадров 25 кадров в секунду. И почти все готово. Единственное, что осталось поправить, это то, что, как вы видите, в начале секвенции у нас видео не движется. Нет никакого движения. Это просто замороженный первый кадр. Потому что наше видео начинается с 18 кадра. Выделив ноду с видео, мы можем открыть допшит. И вот, собственно, оно это видео. Прокрутив колесо мыши, я могу масштабировать вид. И просто подвинуть видео к начальному нулевому кадру. И таким образом проблема решена. Вот у нас 100 фреймов, 100 кадров проекта. И видео продолжается с нулевого до сотого кадра. Проект настроен, можно сохраниться. И теперь я начну с построения непосредственно самого указателя. Он состоит из четырех элементов. Это точка, две линии и текст. Начнем с непосредственно точки, с этого круга. Я создала ноду Radial, при активной ноде Footage. И эти ноды у меня соединены. Мне этого не надо. Чтобы посмотреть, что происходит в ноде Radial, мы подключаем к нему Viewer. Либо просто выделив ноду, я нажимаю на клавишу 1, 2 или 3 на клавиатуре. Таким образом я могу подключить, допустим, видео к первому входу. Другую ноду ко второму. И переключаться между ними. Но на данный момент мне просто нужно посмотреть, что у нас происходит в этой ноде. Это пока не очень напоминает круг. Прежде всего потому, что у нас есть размытость, которую мы уберем. Снизив параметр Softness, мягкость до нуля. Также можно задать размеры. В данный момент нам не так важен размер. Мы это сможем поправить позже. Пока вот у нас создан круг. Отлично, то что надо. Можно заметить сейчас, что в панели вид параметра размер изменился. Теперь есть единственное значение, потому что это у нас круг, а не овал. Мы можем его смело менять. Ну, точка нам нужна довольно маленькая. Пока сделаем размер 200. И перейдем к линии. Линию я создам при помощи ноды Solid. Опять же подключаю к ней Viewer. Ничего еще пока не видим, потому что Solid у нас черного цвета. Меняем его на белый. И сделаем из него линию посредством создания маски. Вообще есть разные способы это сделать. Мне симпатичен этот способ. Он довольно прост. Подключаем вход. Это просто я подключаю вход в background к этой ноде. Активирую ноду ROT. У меня появляются в окне просмотра дополнительные инструменты. Я выбираю прямоугольник. Рисую вот такую вот линию. Потоньше. Подключим Viewer сюда. Пока ничего не изменилось. Это просто поправить. Нам нужно просто приумножить изображение. Если вы не знаете, что это значит, как работает альфа-канал, в описании видео будет ссылка на урок, посвященный целиком и полностью альфа-каналу. От и до. Но пока я просто скажу, что не забудьте отметить этот параметр. Теперь, когда у нас есть линия, мы можем начать анимировать то, как она будет у нас появляться. Я добавляю ноту Transform. И по умолчанию контроллер оказывается в середине. Ухватившись за контроллер, я двигаю объект. Все, что находится вверх по нодовому дереву, по нодовой ветви. Позицию этого контроллера можно менять. Зачем это нужно? Если мы, например, вращаем объект, он будет вращаться вокруг этого контроллера, как вокруг такой якорной точки. Если я нажму Ctrl, мы видим, что цвет точки изменился, цвет курсора. Я могу его перетащить в другое место. И теперь, если я вращаю объект, он вращается вокруг того места, где находится курсор. Теперь я помещу его в самое начало линии и санимирую параметр размера. В данный момент масштаб, параметр размера отвечает за обе оси X и Y. Проще говоря, он увеличивает весь объект. А мне надо, чтобы линия как бы вырастала, она как бы появлялась. Поэтому я хочу санимировать этот слой только по горизонтали, то есть по оси X. Я разделяю этот параметр на два показателя и начинаем анимировать. Скажем, на 15 кадре я ставлю keyframe, так как есть, значение единицы. Это будет финальная точка анимации, линия вырастет до этой длины. И на нулевом кадре, опять же, разделяю оба параметра, ставлю ноль. И можно посмотреть, что у нас получилось. Линия как будто вырастает у нас слева направо. Пока это очень простая анимация, она очень механическая. Но это можно поправить. Выделяем ноду transform и открываем редактор кривых. Тут нам нужно выделить параметр, который мы санимировали. И мы сразу видим нашу анимацию. Это кривая, которая... Это значение нашей анимации, цифровые значения наших keyframe'ов, представленные в виде кривой. Если у вас кривая не отображается так четко, так сразу, если вы не сразу ее видите, вы можете либо масштабировать вид, крутя колесо мыши, нажав на колесо, вы можете передвигаться в окне редактора. Либо еще проще, выделив анимированный параметр, нажать на клавишу F, и тогда весь вид вашего графика заполнит окно редактора. Я выделю последний keyframe, у меня появляются такие рычаги, я могу их легко передвигать. И я хочу сделать так, чтобы в начале анимации линия появлялась быстро и к концу замедлялась. Это придаст этому немного более органичный такой вид, не такой механический. Посмотрим, как это выглядит. Вот, теперь линия немного замедляется в конце. Это выглядит просто немного менее топорно. Теперь выделим все эти ноды. Скопируем, Ctrl-C, Ctrl-V, чтобы создать вторую линию. И давайте соединим сейчас все эти три объекта вместе. Нода Merge, чем хороша, так это тем, что она может соединять более чем два объекта. Например, мы подключаем один вход к одной нашей линии, второй вход ко второй линии. И тут же появляется еще один дополнительный вход. Мы подключаем ее к кругу. Появился еще один дополнительный вход. Он нам сейчас не нужен. Но тем не менее, на будущее интересно знать, что больше чем три объекта сюда можно подключить. Это помогает просто в организации проекта. Мы пока не видим, как все это выглядит вместе, потому что нам нужно подключить в Юве. Подключили. Пока у нас идентичные позиции двух линий, мы также не видим, что их две. И сейчас я добавлю еще по одной ноде Transform, просто чтобы уже изменять размер и угол наших линий. И я изменю тут имя в этой ноде, просто чтобы понимать, что в этих нодах у нас анимация. И создам еще одну ноду Transform. Просто для удобства передвину курсор на центр линии. И могу теперь эту линию видоизменять. Прежде всего, уменьшим размер 0.5 и изменим угол поворота. Ну, скажем, 55 градусов. Точка пока огромная, но сейчас мы с этим разберемся. То же самое сделаем с первой линии. Также уменьшим ее в половину. Поместим контроллер на середину, нажав контур. И передвинем по нашему усмотрению. Давайте сейчас разберемся с кругом, потому что он явно слишком большой. И хорошо бы его тоже санимировать. Добавлю ноду Transform. Напомню, что нода сразу подключается, встраивается в нужную ветвь проекта, если у вас выделена какая-то нода. То есть, выделив ноду Radial, я нажимаю на клавишу T. И тут же у меня подключается нода Transform к этому кругу. Сразу надо уменьшить размер значительно. Скажем, 0.2, а то и меньше. Пусть будет 0.15. И можно санимировать этот круг. Например, на седьмом фрейме это у нас будет конечная позиция, конечный размер этого круга 0.15. В данном случае я хочу масштабировать весь круг целиком. Мне не нужно его, как в случае с линией, разделять вот этот параметр на две части. Потому что если я разделю и буду менять параметры по горизонтали или по вертикали, то круг перестанет быть кругом. Поэтому еще раз вернусь. Задам значение 0.15. Синий треугольник появился, значит кейфрейм создан. И идем в самое начало анимации и ставим 0. И теперь, несмотря на то, что эта анимация выглядит как появление круга, все равно это выглядит довольно скучно и неестественно. На пятом кадре я добавлю еще один кейфрейм, который будет чуть больше, чем наше финальное значение. Такая своего рода отдача круг будет появляться и будет вставать на место. Может быть это чересчур драматично, но мы можем поправить это опять же в редакторе кривых. Выделив ноду, открываем редактор кривых. И вот уже здесь видно просто на графике, что у нас неплавное движение. Можно это поправить. Если вам кажется, что на пятом кадре чересчур размер преубеличен, это выглядит неестественно, можно прямо в редакторе кривых выделить этот кейфрейм и просто его сгладить. Поднимая кейфрейм вверх, можно увидеть, что прям цифровое значение меняется у этого параметра. Но я пущу чуть пониже, чтобы это было более плавное и естественное движение. Отлично. Теперь посмотрим, как это выглядит вместе. Здорово, только есть одна проблема. Вся анимация у всех элементов происходит одновременно. Нам нужно, чтобы вначале появился круг, потом первая линия, потом вторая линия. Поправить это просто. Добавим ноду Time Offset. И здесь мы можем задать значение, на какое количество кадров мы сдвинем анимацию. В данном случае это у нас... А, я немножко напутала. У меня первая линия на самом деле вторая, а вторая первая. Я, чтобы эту путаницу избежать, поменяю вот эти ноды Transform, потому что именно в них у нас содержится информация о вращении и размере линий. Итак, теперь у нас вот эта линия первая. Отлично. А вот эта линия вторая. Здорово. Итак, мы знаем, что круг у нас... Анимация длится с нулевого по седьмой кадр. То есть анимация первой линии, первая линия должна начать появляться после седьмого кадра. Ставим здесь кадр семь. Копируем ноду, вставляем вот так, ко второй линии. А, у нас еще вторая линия отключилась от ноды Merge. Merge. А, правильно, потому что она была подключена к предыдущей ноде Transform. Итак, проверим все ли, мы видим, как надо. Здорово. Теперь анимация первой линии у нас длится до кадра 20. Следовательно, вторая линия у нас должна быть отодвинута во времени на 20 кадров. Проверим, как это выглядит. Мне кажется, можно на самом деле на один кадр пораньше, чтобы наши линии появлялись. Посмотрим. Да, так немного лучше. Осталось добавить слово к этому элементу и уже можем монтировать его на видео. Итак, добавляем ноду текст. Опять же, мы ничего пока не видим, пока не подключим ее к Viewer. Нажимаю на единицу. В панели настроек текста в соответствующем окне вводим желаемый текст. Пусть это будет корова. И дальше у нас есть много параметров, такие как шрифт, например. Пусть будет что-нибудь такое. Размер. Давайте, чтобы понять размер, подключим уже нашу ноду текста к общему объекту. Я прошу прощения, если очень маленький вид окна, но тем не менее я просто взяла освободившийся дополнительный третий вход от ноды Merge и подключила его непосредственно к тексту. И теперь, когда мы смотрим на сумму всех этих сложений, мы видим почти уже готовый всплывающий указатель. В ноде текста есть параметры, которые отвечают за его позицию. Но я лично предпочитаю для такого рода операции добавить все-таки еще одну ноду трансформ просто потому, что это так легче. Итак, вернемся к общему виду. Подвинем указатель. примерно вот так. И опять же, там нужно его санимировать таким образом, чтобы он появлялся ну, скажем, в последние кадры анимации второй линии. Вот где-то с тридцатого кадра пусть это слово появляется. И появляться оно будет путем мигания, моргания. Ну, так просто не знаю, почему нет? Мне кажется, стоит увеличить немного размер текста. Может быть, поставить себе 15, а может, 150. Да, пусть будет 150. Помещаем слово. на примерную позицию в соответствии с вашим дизайном вы можете выстроить свою композицию и санимируем непосредственно появление этого слова. С тридцатого кадра сделаем это при помощи ноды Multiply. Нода Multiply работает таким образом, что она умножает, приумножает изображение на то или иное значение. Любое изображение создано из пикселей, которые это компьютер, они имеют цифровой эквивалент. И каким бы ни было изображение, цвет, яркость, неважно, каким бы, что бы ни было, и если мы умножим эти значения на единицу, у нас будет тоже значение, то бишь ничего не изменится, но что бы мы не умножали на ноль, у нас будет ноль. Таким образом, если мы имеющийся у нас белый текст умножим на ноль, у нас в общем-то мы санимируем прозрачность. И мы можем этот параметр тоже санимировать путем создания кейфреймов. Я прокручу колесо мыши, наведяя курсор на таймлайн, просто чтобы масштабировать вид и через несколько кейфреймов создам вот такую анимацию. Пусть сначала первый кейфрейм у нас ноль, судово нет, мы его не видим, потом оно появляется наполовину, на следующем кадре исчезает, еще на следующем кадре появляется целиком, потом скажем исчезает и на следующем кадре опять мы видим его целиком. Таким образом слово как будто вот так вот появляется мигая. Вы можете поэкспериментировать с расстоянием между этими кейфреймами, со значениями и найти что-то какой-то другой ритм, что-то более подходящее. Итак, смотрим на все вместе. Отлично. Теперь нужно добавить эту фигуру, эту анимацию к нашему видео. Создадим еще одну ноду Merge и в данном случае не забудем про главное правило входов этой ноды. вход B легко запомнить соответствует слову background фон подключаем к видео и вход A подключаем ко всей нашей вот этой конструкции указателя. Подключаем к этой общей ноде Viewer и вот что мы видим. А в данный момент мы видим то, что за пределами изображения есть такая пунктирная линия это bounding box. Это говорит нам о том, что за пределами нашего изображения тоже есть информация у каких-то слоев и на трон ее вырабатывает. это занимает время. Мы можем это исправить активировав эту ноду и в параметре bounding box выбрать значение B. B это формат изображения на входе B наш фон и таким образом программа будет работать быстрее у нас не будет никаких лишних отвлекающих элементов очень хорошая практика до того как слово появилось мы видим как оно выжигает черное пятно. Это потому что мы не активировали канал Альфу. Сделать это очень просто. Опять же по вопросам Альфы в описании ссылка на подробное видео. И теперь давайте займемся трекингом нашего видео. Я создам ноду трекер. наведя курсор на окно просмотра я нажимаю на пробел и на клавишу F просто чтобы увеличить полный размер окно так будет легче работать. Всякий раз работая с трекером важно не забывать начинать работу с первого или последнего кадра и создадим трекер нажав на иконку добавить трек у нас появляется такой курсор я знаю что это не идеальный способ отслеживать изображение по группе пикселей лучше найти точку максимального контраста но в данном случае я думаю поскольку движение такое совсем простое я обозначу меньшим прямоугольником ту зону пикселей которую я хочу отследить и большой прямоугольник говорит на трону о том в области каких пикселей нужно анализировать информацию и поскольку мы уже стоим на первом кадре нажимаю на иконку отследить вперед и так мы видим как на трон закончил очень быстро трекинг мы можем проверить кадр по кадру все ли у нас хорошо ничего ли у нас не слетело вверху мы видим увеличенную превьюшку отлично то что надо опять возвращаемся на кадр ноль и теперь нам нужно эти данные как-то использовать с пользой в настройках ноды мы в закладке transform выбираем функцию этой ноды что мы хотим при помощи этого трекинга сделать стабилизировать изображение или например как в данном случае match move сопоставить движение выбираем эту функцию видим появляются новые параметры далее мы выбираем параметры transform и нажимаем экспорт таким образом мы экспортируем ноду transform которая содержит в себе информацию трекера вот эта зеленая линия свидетельствует о том что они посредством выражения кода expressions связаны друг с другом то есть нода transform вот эта питается информацией от ноды трекера сейчас я вижу что у нас нода merge подключилась к ноду трекер нам это не нужно мы можем опять ее просто подключить к фону теперь взяв эту ноду мы можем подключить ее закроем вначале окно трекера просто чтобы очистить вид окна просмотра мы подключаем эту ноду ко всему нашему вот этому дереву ко всей нашей конструкции которая создает собой всплывающий указатель зажав control я навожу ноду на линию пересечения вот на точку она загорается зеленым это значит что я могу встроить эту ноду без проблем в поток и давайте посмотрим что у нас получилось отлично мы видим что наш объект элемент повторяет движение нашей героини однако нам бы не помешал еще один контроллер размера я добавлю его перед нодой трекер трекера вот перед трансформом с информацией о трекере опять же перемещу курсор на начало на начальную точку нашей анимации вернусь на кадр ноль просто а на кадре ноль извините у нас нет еще анимации вернусь на последний кадр чтобы увидеть весь объект и конечно же значительно уменьшу размер нашего указателя ну предположим предположим вот так или может быть чуть побольше пусть будет 0.5 или 0.45 ну что мы максимально близко к завершению давайте посмотрим что у нас получается вернемся на начальный кадр пробел чтобы увеличить изображение просмотра и посмотрим что получилось почти что все здорово но видна проблема почему-то у нас мигает вторая линия ну как раз интересно попробуем с вами решить проблему на ходу в таком случае я обычно первым делом начинаю с самого начала с самой первой ноды подключаю к вьюверу и смотрю на каком этапе случилась ошибка понятно что на у простого статичного солида ошибки нет ага но вот уже в ноде рота почему-то мы видим что проблема именно в этой ноде работая с масками важно помнить что каждый раз когда вы вносите какие-то изменения в форму keyframe создается автоматически хотя нам этого не нужно в данном случае и я вижу что здесь у нас уже есть keyframe я могу просто выделить нашу форму и нажав на данную иконку удалить все keyframe давайте посмотрим помогло ли нам это избавиться от нашей проблемы вот такое вот у нас получилось видео конечно дизайн требует какой-то доработки можно улучшить пропорции всех элементов шрифт размер но тем не менее я думаю вам понравятся эти приемы эти техники которые имеют огромный потенциал и сделать при помощи этих простых приемов можно очень-очень многое так что пишите свое мнение и вопросы в комментариях спасибо за внимание и увидимся в следующем видео